Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Руфлорида. У нас сегодня в гостях, вернее мы сегодня в гостях у очень замечательного профессионала, брокера по ипотеке Юли. Юля, спасибо огромное, что пригласила на свой красивый дом, который мы покажем в следующем выпуске, а сегодня мы поговорим по делам. Юля очень замечательный специалист, я с ней работаю много-много лет, отличный профессионал, всегда на связи, столько всего знает. Нет, я сама учусь очень многим вопросам, просто с ней разговаривая, таким вопросам, которые я вот раньше не знала, но это не моя профессия, поэтому у нас есть профессионал. Представляю вам Юлю, Юля, расскажи, пожалуйста, вкратце о себе, где ты живешь, может быть, немножко биографию, вот, ну, нам просто интересно. Хорошо, спасибо. Спасибо большое за такое представление, за кучу комплиментов, всегда, конечно, рада помочь. И спасибо, что пришли, взяли интервью, будем делиться полезной информацией, надеюсь, кому-то это поможет. Конечно, надеюсь, большому количеству людей это поможет. Я живу в штате Флорида, Tampa Bay, небольшой пригород Treasure Island называется, это часть города Санкт-Петербурга. Живу я здесь уже 16 лет и помогаю людям получить ипотеку, финансирование на дом или, как тут называют, моргидж. Я знаю, но это вкратце, я знаю, что у тебя есть какие-то вопросы. Да, у нас есть вопросы, я, честно говоря, могла бы здесь сидеть, сидеть и сидеть, и спрашивать много вопросов, но нам нужно как-нибудь уложиться. Про тебя мы, кстати, спросим еще в следующем нашем обзоре твоего дома. Это мы так интригуем наших зрителей. Хорошо, вот, и сейчас я хотела бы спросить, ну, в принципе, что нужно, вкратце тоже можно рассказать, что необходимо, чтобы получить ипотеку в США, во Флориде, можно сказать. Чтобы получить ипотеку в США, в штате Флорида, ну, в принципе, даже в любом другом штате, самое главное, это стабильный трудовой стаж, разрешение на легальную работу и хотя бы какую-то кредитную историю. Если эти три компонента есть, то у вас высокий шанс, что вы получите ипотеку. Ну, это надо быть, насколько идеальным человеком, как же получают ипотеку те, может быть, у кого нет идеальной кредитной истории, или, ну, есть какие-то выходы, есть разные программы, насколько я знаю, ну, как бы, ну, не все настолько идеально, понимаешь? Да, знаешь, когда подходит речь кредитная история, есть другие варианты, есть определенные программы, особенно для тех, кто покупает дом в первый раз, здесь есть программа, называется FHA, там, где кредитный рейтинг, в принципе, не имеет особого значения. Нужно хотя бы, чтобы был кредитный рейтинг 600, даже можно идти на 550 и 530, что, ну, очень легко получить такой кредитный рейтинг, просто там немножко нужно будет больше первоначального взноса и повыше процентная ставка. Но на самом деле с кредитным рейтингом есть другие программы. Вот самое главное, это трудовой стаж, если есть работа, есть ипотека. Конечно, есть и виды ипотек, даже если у вас нет работы, но тогда нужен обязательно большой первоначальный взнос. И это уже более такая нетрадиционный вид ипотеки, там уже, конечно, я сразу предупреждаю, будет повыше ставка, если идти уже таким нетрадиционным способом получения ипотеки. Ну, я хочу сказать, что ситуация у всех бывает разная, кто-то взял кредит недавно, кто-то, этим тоже понижается, кстати, кредитный, кредит скор, да. Очень, это не значит, что кто-то плохой или кто-то хороший, это я так уже в общем сказала, но на самом деле под любую ситуацию практически можно найти какую-то свою программу. Ну, а если это невозможно, конечно, Юля всегда работает на все сто, чтобы можно было, вот если есть какая-то возможность, я придумаю, Юля ее найдет. Но бывают и такие варианты, что приходится годик подождать, и Юля консультирует, как правильно ждать, потому что ждать можно по-разному. Да, и как правильно подготовиться. Даже если мы приходим к выводу, что да, сейчас еще рановато, но мы тогда приходим к стратегии, что нужно сделать, чтобы подготовиться и получить ипотеку на следующий год. Юля, какая сейчас, вот на сегодняшний день, сегодня 15 октября, на сегодняшний день какая, я знаю, что ставка выросла процентная, какая на сегодня средняя? Вот, хорошо, давай скажем, если ты идеальный, вот как ты вначале сказала, каким мы должны быть, какая это будет примерная ставка, если у тебя зарплата есть, down payment хороший и кредит скор хороший. По самой стандартной, если идти программе, то уже ближе к 7%, что ставки в последнее время повышаются каждую неделю. И есть высокий шанс, что они будут продолжать повышаться в связи с тем, что высокая инфляция, и чтобы побороться с этой инфляцией, нужно повышать ставки. Поэтому я предупреждаю, что будет 8 и будет 9, так что 7% намного лучше, чем 8 и 9%. Так что все идем покупать сейчас. Юля, вот я хотела спросить, а ставки, они поднимаются в основном, они как-то плавно поднимаются, с какой-то периодичностью, или они просто распрыгнули и прыгают в какой-то период времени? Например, есть какие-то слухи, что вот в таком-то месяце ставка еще там поднимется минимум на 1%, или они просто периодично поднимаются потихонечку, каждую недельку или там каждые 3 дня? Хороший вопрос. Все зависит от того, что происходит с маркетом, с политикой и так далее. Возможно, повысится на совсем немножко, а возможно, на очень много, в зависимости, какие новости вышли. Вот в ноябре будет новый фэд-митинг, где обещают, что ставки поднимутся еще на 0.75. Так что высокий шанс, что ставки на ипотеки поднимутся еще в ноябре. В ноябре может на полпроцента, может даже и выше. Ну а такое возможно, что до ноября они сейчас еще немножко будут ползти вверх, или они обычно замораживаются, а потом выходят какие-то плохие новости, и они делают скачок. Все зависит от новостей. Смотря какие новости вышли, хорошие, плохие, что происходит с маркетом, даже стак-маркет, это все влияет на банд прайсис, ну на цены на банды. А это уже напрямую зависит на ипотеки. То есть какие новости вышли, бывают новости, как-то нас подготавливают к этим новостям, они потихоньку повышают, а бывают про такие новости вышли. Встал утром, включил телевизор и решил всему народу тоже настроение испортить и поднял ставку из этой серии. Да, особенно в последнее время у нас повышение ставок, которых никогда не было. Вот таких вот быстрыми скачками, сравнить с последним годом, что было, у нас процентные ставки на 3% выше, по сравнению с прошлым годом. Считай, за один год на целых 3% выросли. Я бы даже сказала, может быть, и больше, потому что... Да, если учитывать последний скачок, то уже почти на 4. Ну, давайте, может быть, о хороших новостях. Хорошие новости, что за ставки не переживайте. Я знаю, что многие скажут, как вообще не переживать за ставки. Самое главное, смотрите, какой у вас платеж за ипотеку. Потому что многие же платят за рент, вам все равно нужно платить за рент. Рент тоже повышается, не только с ипотеки. Рент очень повышается. Да, очень сильно. Поэтому смотрите, какой платеж. Если вы комфортабельно себя чувствуете с этим платежом, вы знаете, у вас есть работа, какой-то источник дохода, у вас есть какие-то деньги на всякий случай отложенные, то покупайте дом вместо того, чтобы платить за рент. А потом, когда ставки понизятся, просто сделайте рефинансирование и все. Это, как Юля однажды сказала, фразу, marry the house, date the rate. То есть, женись сначала на доме, а потом встречайся. Да, так встречайся с процентной ставкой. Вы ее всегда можете поменять. Ее можно перефинансировать всегда, потому что они постоянно... Есть какие-то сезоны, когда они падают, и можно всегда перефинансировать. Но, естественно, нужно тоже перефинансировать осторожно. Если ставка упадет на полпроцента, там смысла не будет. Но это нужно уже смотреть, и у вас всегда будет отличный профессионал, к которому вы можете обратиться, и она вам подскажет, стоит ли сейчас перефинансирование делать, или лучше немножко подождать. Юля, а что влияет на процент платежной ставки? Вот я иногда вижу покупатели, мне кажется, у них совершенно одинаковые условия. Похожие зарплаты, похожий кредит скор, мне кажется. Ну, может быть, там чуть-чуть отличается. Ну, вот почему у них бывают разные процентные ставки? Ко мне иногда обращаются и говорят, вот у меня друг купил дом по такой-то ипотечной ставке, мы работаем в одной компании, получаем одинаковую зарплату. А почему у меня она другая? Вот ты можешь этот нонсенс объяснить? Да, на самом деле это нонсенс для многих людей. Я тоже часто слышу, у меня друзья, родственники получили такую ставку. Почему у меня такая? Ставка очень индивидуальна. Она зависит, во-первых, от кредитного рейтинга заемщика, первоначальный взнос, какой вы ставите, какой вы покупаете вид недвижимости, даже дом, квартира влияет. И когда вы покупаете недвижимость, потому что ставки меняются, они могут быть один месяц другие, другой месяц третий, и, может быть, даже со дня в день они разные. И еще, что очень влияет на ставки, это какие затраты на оформление заемщик делает, потому что каждый заемщик может предплатить за процентную ставку в день оформления, тем самым понизя ее. То есть вы купите ее. Вот это интересно. Да, поэтому, когда люди сравнивают процентные ставки, это, в принципе, не имеет смысла, потому что вы не знаете, сколько человек заплатил, чтобы получить эту процентную ставку. Это если вы получите один документ и другой документ, и тогда можете сравнить уже точно, и то, если вы сравниваете тот же самый кредитный рейтинг, тот же самый первоначальный взнос, только тогда можно сравнить процентные ставки. А на самом деле оно настолько индивидуально. К тому я даже на своем канале всегда говорю и объясняю людям, не сравнивайте просто процентные ставки, смотрите также, какие затраты на оформление вы платите, потому что это те же самые деньги. И очень часто банки автоматически добавляют 1%, это называется 1 поинт, 1 очко, к сумме ипотеки, к затратам на оформление, правильнее будет, чтобы понизить ставку. Клозинг кост. Клозинг кост, да. Закрытие сделки. Да, тем самым заемщик смотрит, о, тут ниже процентная ставка, чем в другом банке. Но тут другой банк, может быть, даже не добавил никакие затраты на оформление, а этот банк добавил. А вы все равно уже заплатили при закрытии, вы заплатили ту же самую сумму, которую некоторые банки раскидывают на много лет, получается, так? Да. Поэтому, когда дело подходит к процентным ставкам, я обычно объясняю. Вот рыночная процентная ставка в зависимости от вашего кейса, вашего сценария, какой у вас первоначальность, но у вас кредитный рейтинг. Если хотите, мы можем эту ставку понизить. И я узнаю у заемщика, выгодно это или нет, спрашивая определенные вопросы. Ну, самый главный и важный вопрос, это понять, как долго человек планирует в этом доме жить и иметь ипотеку. Потому что если в планах рефинансировать, да, сейчас у многих в планах рефинансировать, если в планах продать в ближайшем будущем дом или выплатить ипотеку, то, скорее всего, смысла нет покупать эти очки, чтобы понизить процентную ставку. А в некоторых случаях, да, возможно... То есть, когда ты делаешь перефинансирование, то... То когда мы делаем... Почему, если я планирую делать перефинансирование, тогда, может быть, мне невыгодно будет купить эту процентную ставку? Потому что ты наперед платишь до конца финансирования, сколько там, 30 лет, к примеру, да? Да. Ты вперед платишь, но это тебе не возвращается. Совершенно верно. Ты заплатил, понизил процентную ставку, и все. И все. Ты одноразово заплатил, ты потратил деньги, а потом ты перефинансируешь, и она у тебя все равно будет ниже. Да. И эти затраты тебе не вернуть уже, когда ты делаешь рефинансирование. Поэтому нужно определенно смотреть, выгодно делать это или невыгодно. И сравнивать процентные ставки уже вместе с затратами на оформление. Ну вот это интересные такие моменты рабочие, о которых многие не знают, даже не подозревают. Поэтому очень важно, чтобы вы общались с профессионалом. Люди слышат звон, но не знают, где он. Многие, это не то, что это... Я понимаю это. Да, слышишь, что, ой, можно процентную ставку купить, да дай-ка я дам там тысячу долларов, и я ее куплю. Но это не так. Это не так. И, конечно, люди, которые идут, получают процентные ставки, ипотеки, они же не знают все нюансы этой ипотеки, этого процесса. А многие банки пользуются этой, как бы можно сказать, доверенностью, незнанием. И поэтому пытаются как-то... Слушай, ну есть же какие-то плюсы от этого тоже. Не просто же так некоторые выбирают купить себе процентную ставку. Ну, понизить ее за счет покупки. Конечно, иногда это выдано. И сколько она стоит? Все зависит от маркета, где процентные ставки. Ну так, чтобы хотя бы ориентир иметь, да, чтобы хотя бы примерно знать, то один поинт, это одно очко, один процент от суммы ипотеки будет стоить четверть процента. Допустим, вы получаете ипотеку на 500 тысяч. Чтобы купить один поинт, одно очко, будет клиенту стоить 5 тысяч, и он понизит ставку на 0.25, то есть на четверть процента. То есть получается, чтобы понизить на 1 процент, на покупку в 500 тысяч, на займ в 500 тысяч, тебе нужно заплатить 20 тысяч долларов за покупку одного процента. Да, это примерно нужно всегда смотреть. Вы когда получаете ипотеку, вам ипотечный банкир скажет, окей, понизить на четверть будет столько стоит, понизить на 0.35, столько-то, на полпроцента столько-то. То есть вы можете смотреть график и высчитывать. То есть если вы понизите платеж на 100 долларов, и вы за это заплатили 5 тысяч, то получается 50 месяцев. 50 месяцев. Да, то есть если вы знаете, что вы точно там проживете, в этом доме, и будете иметь ипотеку 50 месяцев, только тогда вам будет выгодно. А если нет, то зачем предплачивать? Особенно вот сейчас. У многих в планах делать рефинансирование, потому что так долго ставки не будут такими высокими. Как только инфляция будет под контролем, ставки будут понижаться. Скорее всего, через годик-два. Есть еще такие программы, где продавец может понизить тебе процентную ставку? Да, есть такие программы, что вы можете попросить у продавца какой-то селлерс кредит. Да, селлерс кредит, и ты его можешь... И что потом с этим селлерс кредит творится? Там есть у покупателя, в принципе, два варианта. Вы можете использовать этот селлерс кредит на оформлении, чтобы купить вот эти же очки и понизить процентную ставку. Или вот в последнее время программа начала как бы больше так рекламой, а хотите, в практике она не очень. Вы эти деньги, что получили от селлера, откладываете у титульного агентства, в эскро-аккаунте, и в первые два года с этого аккаунта идет часть платежа, ваш платеж, и как бы вам первые два года платеж будет меньше из-за того, что он селлер, отложил эти деньги в эскро-аккаунт. То есть там, получается, вступает в игру уже третье лицо. Да. Это титульный агент, который, скорее всего, за свои услуги тоже берет. Да, дополнительные затраты будут. Дополнительные затраты. Так что, как правило, лучше всего эти деньги использовать сразу. Сразу на закрытие, это будет помощь в closing cost. То есть чаще всего closing cost выходит, ну, на сумму в 400 тысяч, насколько я помню, и ты тоже это знаешь. Ну, там тоже в зависимости от ситуации, в зависимости от какой вид кредит и так далее, ну, примерно где-то около 17, 15-17 тысяч. Ну, даже если не покупать поинтов, можно и даже в 10-12 тысяч обойтись, включая все, предоплату и все-все-все. А если покупать поинты, то, конечно, можно легко и 17 потратить. Ну, смотри, теперь у меня, по ходу дела, такой вопрос. Если мы смогли у продавца сторговаться 20 тысяч, а у нас всего на закрытии 12, что нам делать с остальными? Хороший вопрос. Тут что мы обычно делаем? Откладываем больше денег в escrow account, то есть откладываем... Это возможно. Это возможно увеличить escrow account, тем самым через год у вас будет больше денег в вашем escrow account, и ваш платеж понизится. Но иногда ты не можешь много слишком отложить денег в escrow account, и если остается, ну, вот небольшая difference, то просим, чтобы цену понизили. Чтобы эти деньги не потерять. Понятно. Юля, когда вы высчитываете ипотеку, какой доход вы используете? Это до оплаты налогов или это уже после оплаты налогов? Это чистый или грязный, да? Грязный, да, хороший вопрос. До или после налогов? Все зависит от того, на какую форму работает заемщик. Если это W2, то есть человек работает на компанию, тогда мы смотрим на... Грязный доход. Грязный доход, да. А если на себя, то уже после всех вычетов. Средний доход за два последних года, если человек работает на себя. На себя. 99 форум, 10.99. Но на это есть причина, почему разница, может быть, я немножко, как бы, поясню. W2, как Юля сказала, это когда вы работаете на компанию, и компания за вас платит налоги. То есть она платит, ну, вот вы менеджер, например, и компания за вас полностью делает, как бы, вот, там, отдает налоги, да? Но если вы работаете на себя, на 10.99, такая форма есть, это частная компания, частное лицо, там уже будет возможность списать что-то с налога. Естественно, это совершенно понятно, потому что бизнесы, человек, когда работает на себя, он списывает, опять-таки, например, трак-драйвер, да, то есть он, там, бензин, там есть расходы. Я, как риэлтор, например, да, мне тоже приходится списывать, я тоже работаю на 10.99, но у меня затрат очень много, я там просчитываю бензин, сколько я затратила, ну, естественно, там, по работе, не по работе. Все, что тратится по работе, это можно списать, чтобы не платить налог на это, потому что ты платишь, списываешь это для того, чтобы, чтобы заработать на этот налог, правильно? Правильно. Вот, я немножко, наверное, углубилась, но просто не все, я уверена, особенно наши подписчики из других стран, ну, кто смотрит нас, они могут, ну, не понять, наверное, разницу. Хорошо, что ты пояснила. Давай возьмем, к примеру, что я покупатель, кто знает, я, кстати, уже была Юлиной покупателем, мы как раз два года назад, я с Юлей покупала тот дом, который мы раньше снимали, Дэвидом мы показывали мой дом, вот Юля была моим брокером по ипотеке. Да, спасибо, что меня выбрала. Очень хороший муж тогда с Юлей работал в первый раз, вот, очень был восхищен твоим профессионализмом, вот, поэтому вот так вот мы давно-давно уже продолжаем работать и до сих пор. Очень приятно было с вами работать и рада знать, что я вам помогла в этом процессе. Да, ну, давай представим, что я еще не купила тот дом, но я хочу сейчас купить. Зарплата приблизительно 70 тысяч в год, кредит скор у меня отличный, что и было, да, кредит скор хороший и даунпеймент 20% есть, насобирали, наскребли. А, еще, скажем, по W2 получается, да, то есть, если я получаю 70 тысяч, я работаю не на себя, я работаю на компанию, на какую сумму я могу рассчитать, что мне позволят купить дом, на какую сумму и сколько я буду в месяц платить за это удовольствие на сегодняшний день. Ага, ну, смотри, как мы рассчитываем в банке, вкратце, да, чтобы никого не путать, мы смотрим, конечно, какой в первую очередь будет платеж за ипотеку. И если у человека есть какие-то еще кредиты, потому что их тоже нужно добавлять. Ну, чтобы по-простому, в этом примере у тебя нету никаких кредитов, 20% первоначальный взнос, 70 тысяч доход, с чем мы работаем? Смотрим, какой платеж, да, на дом будет, и тогда уже высчитываем, на какую сумму ипотеки ты сможешь рассчитывать от того, какой у тебя месячный доход. Мы берем 70 тысяч, делим на 12, получается 5800, то есть 50%, если у тебя хороший кредитный рейтинг, ты можешь потратить на свой housing payment, то есть на дом. И в этом случае твой платеж не может быть больше, чем 2800 тысяч, то есть примерно это будет где-то дом за 450 тысяч, если ты 20% ставишь первоначальный взнос, учитывая сегодняшние ставки 7%. А в этом случае вот ты можешь купить... То есть они, твоя ежемесячная зарплата, как ты сказала, 5800, да, и у них есть какой-то определенный процент, выше которого они не могут тебе позволить идти в оплате за моргач, потому что тебе кушать нужно, тебе машину, скорее всего, нужно будет, там, ну, все что угодно, тебе нужно жить, правильно? То есть 50% ты можешь потратить на housing payment, но если у тебя есть какие-то кредиты, то, допустим, у тебя может кредит 200 долларов... Вот у меня на машину, например, на машину есть кредит, да. То есть уже получается... Он высчитывается с этой ежемесячной суммы, которую тебе банк может позволить, чтобы ты платила, да, то есть если ты назвала 2700, значит, кредит за машину, он высчитывается с этой суммы, как бы, ежемесячная полностью... Да, получается, даже добавляется, тем самым сумма ипотеки уменьшается. Да, ну, хорошо, да, мы одно и то же сказали, но немножко по-разному, но смысл понятия, ну... Да, поэтому бывают, конечно, такие легкие, straightforward, простые, можно сказать, да, ситуации, но очень часто бывают немного сложнее ситуации, поэтому, если вы хотите узнать, насколько вы можете квалифицироваться, просто позвоните ипотечному специалисту, он у вас спросит такие вопросы, какие кредиты, какой первоначальный взнос, в зависимости от того, какие ставки, и скажет вам, на что вы можете рассчитывать. Ну, действительно, так много индивидуальных случаев, сегодня даже ничего не охватить, потому что я иногда, наверное, иногда о случае о таком не знаешь, но все равно приходится, как бы, понимать и находить свои пути. Есть же еще множество программ, которые можно использовать, где-то тебе не обязательно показывать налоговую декларацию, есть же еще программы, можно быстро, честно говоря, потому что я знаю, это может занять очень много времени, есть программы, просто назови какие, и, может быть, вкратце, если, например, хорошо, давайте еще один пример. Я владелец трака, и вот что-то я ездила, ездила, и он у меня там сломался, я его ремонтировала, естественно, это списывается, чтобы не оплатить за налог на эту починку, правильно? И у меня нет сейчас возможности, потому что я за прошлый год, у меня списалось очень много за какие-то непредвиденные, не знаю, поломки или еще что-то, да? Но я очень хочу купить дом, но я хорошо зарабатываю. Мне не получилось показать красиво в прошлом году, но сейчас у меня все хорошо. Какие у меня есть вообще выходы? Да, есть выходы, в этом случае, если доход маленький в налоговой декларации, много, потому что списывание, есть другая программа, где в банке мы даже и не смотрим на налоговые декларации, а смотрим на обороты банковских вычетов, банковских стейтментов за последние 12 месяцев. И берем это как за доход, то, что проходило под депозитом за 12 последних месяцев. Соответственно, это не стандартная, не традиционная программа, то это уже мы идем на другой вид ипотеки, там ставка повыше и затраты на оформление повыше, но возможно получить такую ипотеку. А потом просто человек может рефинансировать в будущем, когда уже доход он покажет в налоговых декларациях. А на сколько выше процента вот в этом случае приблизительно? Один или пять? Ну вот, чтобы люди понимали, да, на сколько это будет выше процента ипотечной ставки? Примерно где-то на полтора-два процента выше, и затраты на оформление тоже примерно где-то на два-два с половиной процента выше, чем стандартная ипотека. Все ясно и понятно. Юля, еще есть такой миф, что тебе нужно или иметь грин-карту, или же быть гражданином США, чтобы получить ипотеку. Это миф или это правда? Да, я, кстати, тоже слышу об этом мифе достаточно часто, и многие думают, что если даже и возможно, то будет или большой первоначальный взнос, или высокая ставка. Но на самом деле самое главное, это то, что заемщик может работать легально, и у него есть трудовой стаж стабильный. А это что может быть? Не только грин-карта, это может быть рабочая виза, это может быть человек находится в ожидании убежища, и он сейчас ждет, чтобы его прошел кейс. То есть у него еще, у него есть рабочая виза, он работает уже там два года, три года, он показывает налоги, но у него нет грин-карты, он не гражданин, и он в политическом статусе находится, и спокойно может взять налог, кредит. Вот по поводу политического убежища, это у них просто рабочее разрешение на работу, и те же самые условия. Самое главное, чтобы был трудовой стаж, и самое главное, чтобы было work authorization, то есть разрешение на работу, не просроченное, или у тех людей, у кого просроченное, хотя бы application, что они подали на следующий, и находятся в процессе ожидания. Вот вы знаете, я вас немножко обманула, у меня был не последний вопрос, у меня еще один возник. Да, это, кстати, очень такой ходовой вопрос, и я с ним тоже много, ну, часто сталкиваюсь. Сколько лет мне нужно отработать на одной и той же работе? Если я, например, работала 5 лет на одну компанию, показывала налог, но 3 месяца назад я сменила сферу своей деятельности, это как-то влияет на получение ипотеки? Может повлиять, а может нет. В зависимости, если ты работала по W2 или на себя. Если по W2, вообще без проблем, без никаких. Даже если ты только поменял работу и идешь уже, получаешь ипотеку, не проблема. Но если ты работаешь на себя и поменяла сферу деятельности, то да, тебе придется подождать 2 года. Но если, например, это та же самая сфера деятельности? Там уже другая ситуация. Если та же самая сфера деятельности, и мы можем доказать, что ты работал, может, на другую компанию, а сейчас только свою открыла компанию, но в той же самой индустрии, у тебя стабильный доход, а может быть даже и выше, и мы можем доказать, что стабильный доход будет продолжаться, то да, можно построить кейс и получить ипотеку. Ну, хотя бы нужно 1 год налоговых деклараций, если вы перешли и работаете на себя. Понятно. Ну что ж, друзья, очень было интересно поговорить с Юлей, много вопросов. Я думаю, вам тоже интересна тема ипотеки. Эта тема, она постоянно меняется, какие-то новые правила могут быть, новые программы, которые мы даже сегодня не обсудили, и диван такой удобный. Я бы еще сидела и сидела, но у нас время как бы уже поджимает, мы уже и так достаточно много интересных моментов записали. Мы на этом с вами прощаемся ненадолго. Мы в следующем выпуске снимем дом, где живет Юля. Так что оставайтесь с нами, смотрите нас, подписывайтесь. Мы вас очень любим, ждем вас обратно в следующем выпуске. Юля, спасибо за то, что провела собеседование. Надеюсь, информацию нашли полезной. Но помните, что во всех случаях индивидуально, если вы точно хотите сами знать, получите ипотеку или нет, когда, подготовиться на будущее, обсудить. Всегда звоните, рада, буду от вас слышать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok